МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Знай наше». Приветствую вас! Я, Юрий Прокопенко, предлагаю ближайшие минуты провести с пользой. Например, узнать, так ли вреден фастфуд, как о нем иногда. А еще предлагаю посмотреть, как делают качественное и очень полезное рапсовое масло. Возражений нет? Стартуем. Вы уже дома? А вот мы все работаем. Что-то я проголодался. Саш, оператор, ау, есть хочешь? Ну, можно было бы. Ну, да пойдем поедим. Быстро и вкусно. И я знаю где. Центр Могилева. Ресторан быстрого обслуживания «Фанни Чикен». Это, можно сказать, местный Макдональдс, только свой, родной, отечественный. А давайте совместим полезное с полезным. Поедим мы с оператором, а заодно протестируем кухню и обслуживание. Уютненько, приятная музыка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мы хотим есть. Что можете предложить? У нас сейчас проходит акция весенние деньки. Возьмите, попробуйте. Туда входит стандартная картошка, ром и напиток на выбор. Мы согласны. Через три минуты заказ наш будет готов. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что же, засекаем время. Ну что ж, ровно три минуты уложились. За скорость и вежливость персоналу ставим зачет. Но прежде чем приступить к терапезе, давайте сходим на кухню. Говорят, фастфуд это плохо и вредно. Девушка, позовите управляющего. Здравствуйте. Я управляющая ресторана «Фанни Чикен» Виталия Казакова. Меня зовут Юрий. Это программа «Знай наш». Вот мы хотим узнать, как же вы готовите вот эти аппетитные на вид блюда. Мы рады, что вы к нам приехали в гости без проблем. Проходите, пожалуйста, на бок. Наталья, у меня с английским проблемы. Я в детстве немецкий изучал. «Фанни Чикен» – это как переводится? Это веселая курица или забавный цыпленок. Но это отечественный бренд. Как бы основа нашего ресторана – это курица. Мы работаем на куриных полуфабрикатах. То есть мы получаем куриное филе. Отличительная особенность ресторана быстрого обслуживания – быстрое приготовление. В помощь специальная технология и специальные машины. Филе 5 минут, голень 8 минут, крыло 5 минут. А еще здесь готовят салаты, роллы и так далее. Фишка ресторана – картофель фри. Готовится у нас на подсолнечном масле. Масло у нас фильтруется каждый день. Машинка. Сливаем мы ее через 3 дня. Говорят, что масло – это вредное, там много холестерина. Это неправда. Нет, нет. То есть есть можно, не бояться? Можно, можно. Ничего, вы видите, что у нас ничего искусственного здесь нет. Все продукты у нас свежие, ингредиенты как бы отечественного производства. У нас пища не калорийная. Мы же не готовим на различных котлетах искусственных. Мы готовим, вы видите, на курином филе. То есть можно кушать или бояться, что у вас будет кушать. Куриное филе диетическое, да. У вас здесь работают такие симпатичные девушки? Молодые, да. Молодой, развивающийся коллектив. Это говорит женатый мужчина. Скажите, Наталья, а во сколько можно уложиться, в какую сумму, чтобы поесть мужчине, ну, таких вот, среднюких лет? Ну, у нас постоянно какие-то акции, поэтому по акции обычно всегда от 39 тысяч, это хороший набор. А если нет, не хочешь акцию, то в среднем около 60 тысяч. Подытожим. Кухня оставляет отличное впечатление. Пора приступать к трапезе. Познакомьтесь с филеоператором Александра Трасса. Ты руки помыл, Саша? Да, в общем-то. Поехали. Ну что, Саша, тебе нравится? Да, очень вкусно. Согласен. Думаю, ресторан «Фанни Чикин» за что сдал. Быстро и вкусно. Очень вкусно. Ребята, я еще вам забыла сказать, что у нас есть «Фанни Почта» бесплатная. Вы можете подписать любую открыточку на выбор своей любимой, близкой, жене, детям, запечатать наш конвертик и положить к нашему курице-почтальону. И она доставит любой адрес нашего города Могилёва. Приходите к нам. Это быстро, вкусно, весело. А это предприятие Могилёв «Хлебопродукт». Вы спросите, а почему мы здесь? А я отвечу, да потому что здесь делают отличное рапсовое масло. Здесь немного шумно и душновато. Мы пришли в цех предварительного присылания семян рапса. Здесь нас ждут. Максим, здравствуйте. Добрый день. Нет, как раз вовремя. Мы как раз начали. Что за синие агрегаты? Ну, это пресса предварительного отжима. На них мы получаем частично масло и подготовленный продукт для основного отжима. Для производства масла используются семена рапса первого и второго класса. Всё происходит в этих аппаратах. Но пока масла мы не увидим. Первые этапы производства происходят, так сказать, в закрытом цикле. Что за шторвал? Как-то он не крутится. Это для регулировки качества. Регулировать можно только, когда стоит производство. То есть сейчас, когда идёт отжим, да? Да, это невозможно сделать. Надо останавливать пресс. А так было бы интересно, да? Было бы интересно, да, но надо два человека как минимум. Идём дальше. Следуем за маслом. Со второго этажа перемещаемся на первый. Здесь уже получается непосредственно основной отжим масла и основной отжим жмыха. Всё. Дальнейше уже идёт масло на фильтрацию, жмых на хранение. То есть вот буквально вот эти два этапа и масло уже готово. Абсолютно верно. То есть всё так просто достаточно? Абсолютно верно. Оборудование вполне надёжное. Как здесь говорят, может работать без остановки 350 дней. Но и за ним, на всякий случай, нужен контроль. Вот с этого компьютера. В случае какой-либо нештатной ситуации загорается предупреждающий сигнал и раздаётся сирена. Оператор сразу может оперативно реагировать, где что произошло. А последнее в производстве масла – дезодорирование и рафинирование. Сложные химические процессы. Вот оно масло после фильтрации. Её ещё ждёт дезодорация и... И рафинация. Всё идёт в закрытых ямкостях. И к тому же пошагово меняется температура. Всё, рапсовое масло готово. Остаётся разлить в пластик. Сущие пустяки. А хотите фокус, кстати, любимый фокус Дэвида Копперфильда из маленькой колбочки? Хорошо. У нас может получиться... Нажимаем кнопочку. Оба-на! И вот у нас получается. Большая тара. Вот это мы и видим перед собой реальный цвет рапсового масла. Максим, я знаю то, что рапсовое масло очень полезно. А вот как лекарство можно его пить? Я попробую. Абсолютно верно. Одна столовая ложка рапсового масла заменяет суточную норму витамина Е. Всего лишь столовая ложка. Здоровее. О, да. Польза такая же, как это оливкового. Цена намного дешевле. Плюс большое содержание витамина Е. Плюс борьба, то есть профилактика онкологических заболеваний, именно рапсовое масло, укрепляет стенки сосудов и борется с вирусами в клетке. Это основное. В нём нету вредных веществ. Это основное. Только польза. Никакого урона оно не приносит. Я слышал то, что девиз предприятия вкусно, запитая полезно, запитая от души в восклицательный знак. Эти слова действительно подкреплены делом. Как вы могли заметить, да, мы подкрепляем свои слова делом. Это был телепроект «Знай наше». Открывайте для себя новое. Знайте наше. У меня всё. Ари Ведерчи, ау фидерзэнд. До побочения. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!